Пожар пока неизвестно. Далее о спорте. Нападающий сборной России Артём Дзюба пропустит Кубок Конфедерации этого года. Об этом сообщает официальный сайт РФС. По его словам, он покидает сборную России исключительно по состоянию здоровья. Врач сборной Эдуард Безуглов заявил, что функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. Национальная команда примет участие в Кубке Конфедерации, которая пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Питере. Сборная России сыграет в одной группе с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Далее о курсах валют. По данным Центробанка, официальный курс американского доллара на предстоящий выходный понедельник повышен. 56,69 рубля. Растет и евро. 63,61 рубля. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде в российской столице. По данным МЧС, сегодня в Москве местами ожидается дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Предупреждение спасателей действует до 11 часов вечера. Ближайшие ночью температура в столице опустится до плюс 4 градусов. Завтра весь день ожидается в целом пасмурная погода и дожди. Температура воздуха днем до плюс 11. 100% хоккея с Владимиром Дегтяревым и Дарьей Мироновой. Всем привет, всем добрый вечер. Вы на волнах Спорт.ФМ. Это, как всегда, программа 100% хоккея. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев вместе с вами. Сегодня в эфире. А сегодня в эфире у нас олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и чемпион мира Вячеслав Геннадьевич Буцаев. Вячеслав Геннадьевич, добрый вечер. Я бы сказал добрый. Досье. Вячеслав Геннадьевич Буцаев. Российский хоккеист и тренер. Родился в Тольятти. Профессиональную карьеру начал в местной Ладе, откуда перебрался в ЦСКА. В 1992 году уехал за океан. В НХЛ выступал за Филадельфию, Сан-Хосе, Анахайм, Флориду, Оттаву и Тампу-Бэй. В начале нулевых вернулся в Россию. После завершения карьеры игрока Вячеслав Буцаев работал тренером в ЦСКА и хоккейном клубе Сочи. Является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Все правильно. Наверное. Не слушал, не следил. Мы так старались, выписывали весь интернет. Скажу процентов на 80, это правда. Ну хорошо. Ну ладно, хоть на 80, это уже много. Тогда вот такой вопрос. Сразу, практически с места в карьер. Почему у нас сейчас многие игроки решили опять уезжать за океан? Вроде как бы с созданием континентальной хоккейной лиги была ведь задача стараться, сохранить игроков здесь, дать им возможность играть в России. Но многие из них уезжают. Вот на ваш взгляд, чем это связано? Ну, прежде всего, давайте мы, наверное, не будем так критично говорить, почему они уезжают, почему они остаются. Я понимаю так, что у нас свобода выбора там, где ты хочешь жить, там, где хочешь работать. Это у нас никто не отнимал, никто не запрещал. Поэтому, хотим мы того или нет, все равно люди ищут... Где лучше. Где лучше. А там, где более конкурентная среда, более высокий уровень игры, и хотим мы того или нет, все-таки у нас НХЛ, это на сегодняшний день, это лучшее в хоккее. Давайте по свежим следам. Опять Флорида Мамин. Вчера мы узнали, уехал. Но ведь сыроват еще для НХЛ. Понятное дело, что все равно начнет сезон в американской хоккейной лиге. Я бы никогда не ставил прогнозов. Почему? Потому что это совсем другое. В свое время Сергей Брылин тоже уезжал, тоже говорили, ну, куда ты едешь, а человек стал двухрандомобладателем. Время другое было. Не все у нас сейчас как в Панаре. Согласен, времена не сравнивают, но это зависит от каждого, как он покажет себя, как он проявит себя уже в тренировочном лагере, какое доверие будет у тренеров. Про Павла Дуцука тоже говорили, что не велик габаритами, но тем не менее он стал до НХЛ и стал, так скажем, почитаемым игроком. Ну, просто впечатление, что Мамин ждал, кто будет новым главным тренером в ЦСКА. Дождался, может быть, ответ его не устроил и уехал. Потому что вот я точно знаю, что Дакоста не хотел оставаться в ЦСКА с квартальным. Я не знаю всех тонкостей и всей той атмосферы, которая была в ЦСКА. Почему? Ну, понятно, что каждому не будешь хорош, у каждого есть свои причины, но думаю, что вот Максиму поступило предложение, и он решил попробовать, насколько мне известно, что у него есть пункт, что он может вернуться. В КХЛ, да, это важно. Ходили слухи по поводу вашего назначения главным тренером в ЦСКА. Как-то с вами руководство ЦСКА переговоры вело, нет? Ну, это только слухи, никаких контактов не было. А вы слышали сами об этом? Вот сидите дома и вам говорят, о, а серьезно? Вот от вас. Ну, точно, это обсуждалось. Нет, реально, да, открываешь, смотришь, Вячеслав Буцаев рассматривается как... Да, да, конечно. У нас очень много слухов ходит, поэтому здесь без комментариев. Хорошо. Тогда еще один вопрос. А тяжело работать с командой, в которой вот не выплачивается зарплата? Вы знаете, это такой вопрос. Наверное, здесь прежде всего это второстепенно. Первостепенно совсем другой результат. Почему? Потому что рано или поздно все равно то, что у каждого прописано в контракте, это выплачивается. Да, может быть, есть какие-то временные проблемы, трудности у ребят в быту, да, с нехваткой денежных средств. Но, тем не менее, мы в работе, я имею в виду тренерский штаб в Сочи, акцентировали свое внимание и совсем на других компонентах. Вот мы им про установку, они там, е-мое, когда же нам зарплату дадут, да? Вот там месяца три, например, не выплачивают. Такое же, ну, вот это же как бы нормальная жизненная же ситуация, да? Знаете, я могу сказать так, что могу даже похвалиться тем, что мы вот именно в этой ситуации, она была, в принципе, все три года, сумели найти, ну, достучаться. Не то, что достучаться, а убедить ребят, что... А как? Все будет, ну... Вот как... Наверное, в этом и заключается. Не только работы тренера выходить на лед, да, там, делать установки, делать упражнения, а вот именно контакт с ребятами на доверии. А как вот вы им говорили, ребята, там, потерпите, там, все наладится у нас скоро. Все равно нам когда-нибудь зарплату дадут. Ну, масса, масса... Масса убеждений. Вот только через убеждения. А вот для легионеров как? Вот до них донести, да? Понятно, что наши российские хоккеисты, они как бы более привычные. Ну, почему? Это важный вопрос. А вот для легионеров как, да? На английском. Нет, понятно, что на английском. Ну, они скажут, да, все, я не хочу играть, мне зарплату не платят. Вообще, куда я приехал? Ну, знаете, мы не делим игроков. Иностранцы, русские... Иностранцам выплатили, а россиянам нет. Нет, иностранцы, русские, потому что мы все в одной команде, мы все плывем в одной лодке. Поэтому, да, может, ну, скорее всего, наверное, для них это тоже некий такой сюрприз, некая неожиданность. Хотя в переговорах мы говорили, что, возможно, такая ситуация. Они шли на эти условия. Поверьте, что не в каждом европейском чемпионате тоже обстоят дела очень хорошо с финансированием и с выплатой зарплаты. Но, тем не менее, еще раз говорю, мы можем, тренерский штаб, бывший тренерский штаб хоккейного клуба Сочи может гордиться, что эту ситуацию мы прошли с честью. Эти 5-3-3, начиная со слова «спорт», также присоединяйтесь к нам в WhatsApp и Viber, плюс 7-925-22-22-932. Я просто точно помню ситуацию, приблизительно в декабрь-январь нам много писали и говорили, что вот Сочи так хорошо начал клуб, а потом вот зарплату не платят, поэтому хоккеисты плохо играют. И каждый раз приходится объяснять, что результат не зависит от зарплаты. Вы знаете, хочу поставить точку в этом вопросе, в этих разговорах. Еще раз повторюсь, что главная причина не попадания клуба Сочи в плей-офф, это не выплата зарплаты, это, ну, наверное, так, если сказать жестко, то имоверное количество травм за сезон. И вы понимаете, когда клуб ограничен в своем списке заявленных игроков, у нас не было ни своей школы, не было ни своего как-то такового фарм-клуба, ни команды МХЛ. И когда ты в заявке можешь только иметь 35 хоккеистов, и у тебя 13 игроков за сезон выпадает только с переломами, то вот здесь как раз и всплывает то, что говорят, короткая скамейка. Как раз, когда много травм, многие начинают лазать как раз в той теме, мол, неправильная предсезонка. Перегрузили бедных игроков, вот они все ломаются. Ну, вы знаете, когда шайба попадает игроку в ногу или в руку, здесь дело не в предсезонке. Если бы было дело в предсезонке, то игроки бы получали совсем другие травмы, и эти травмы были бы не в середине сезона, а в начале сезона. У нас последовательно вылетали игроки, даже те игроки, которых мы брали на место травмированных, чтобы заполнить состав, чтобы игроки могли играть. У них через несколько, к сожалению, через несколько игр случались вот именно переломы. Вы знаете, очень трудно, очень трудно работать с командой, когда у тебя на тренировочный процесс выходит, даже не набирается четыре звена полевых игроков, чтобы ввести его полностью в тренировочный процесс. А в списке лазарет, или когда выходят травмированные игроки, которым уже можно кататься или делать упражнения, примерно такое же количество игроков. Основная причина, основная причина, еще раз повторюсь, что это только переломов, было 13 переломов за сезон, представляете? Да, еще были, помимо там, другие долгие травмы, не долгие, а травмы, которые требовали длительного времени для восстановления. Но, тем не менее, хочу, опять же, отметить, что даже такая тяжелая ситуация, она не, так скажем, не подкосила команду до последнего тура. До последнего тура мы боролись, и, опять же, я благодарен ребятам, что они вот именно с честью и с профессионализмом вышли из этой ситуации. То есть здесь никаких вопросов у меня нет к ребятам. Так такие травмы, наоборот, и показывают, насколько была высокая самоотдача ребят. Совершенно верно. Совершенно верно. Ребята играли, ребята старались, но много нам не хватило. Понимаете, если мы будем говорить о специфике команды Сочи, да, то это команда, которая собирается каждый год, там по 70% игроков меняется. А в этом сезоне мы просто сделали ставку на то, что нам нужны игроки какого-то среднего возраста, которые еще могут попасть под категорию ограниченно свободных агентов. Потому что, ну, очень тяжело выбирать игроков на рынке. И мы привлекли, ну, достаточно большое количество ребят, которые играли в высшие лиги. Да, они все там воспользовались своим шансом, но, тем не менее, ну, может быть, половина из них уже, они адаптировались, и они готовы играть на следующий сезон, и быть уже этой частью команды. Понятно, что в первом сезоне они тебе не сделают результат, они, ну, им нужно адаптироваться в этой лиге совсем в другом хоккее. Поэтому вот здесь очень важна роль лидеров команды, но которые, к сожалению, у нас были травмированы. Но здесь все равно честь и хвала вам как тренеру. К сожалению, это я даже вижу по интервью руководство, которое там после сезона давали, не все это понимают. Потому что, опять говоря, о прошлом сезоне у Захаркина в Словатии Лаевой было много травм, но вы, мы просто, я помню, что охвалили вас, именно стояли в пример, что вы по ходу сезона относились к тем тренерам, их буквально несколько по пальцам, которые никогда не говорили, мы плохо сыграли, у нас нет результата, потому что у нас травмы. Спасибо вам за это, спасибо за бальзам, за признание. Знаете, ну, наверное, самое простое списать, что, да, вот, у меня не было результата, но ты работаешь с тем, что ты имеешь. В каждом эпизоде ты выжимаешь максимум, и ты становишься сильнее не только как человек, а ты становишься сильнее как специалист. Почему? Потому что ты видишь, что ты даже в такой ситуации, ты, ну, наверное, для тренера это самое важное, что даже в такой ситуации команда верит, команда играет. Да, может быть, не все у нее получается, не всегда получаются победы, но, тем не менее, команда движется вперед, а не скатывается вниз. Руководство, вы встречались, как они объяснили, ну, почему отставка, почему все, закончили работать? Ну, а... Из-за результатов или были еще какие-то? Скажу так, наверное, из руководителей, в этом третьем сезоне руководителем команды, это был генеральный директор, и я отвечал как генеральный менеджер, как за селекционную работу. Было просто объявлено, что, ну, наши пути расходятся. Я не хочу вдаваться в какие-то комментарии, обсуждать кого-то, поэтому, ну, решение принято, оно принято. А почему наши пути расходятся? По такой-то причине или просто? То есть, в команда не попала там в плей-офф, да, условно? Ну, так скажем, что это была основная формулировка того, что команда не попала в плей-офф, но никто не заслушал... Никакой аналитики, да? Вот как раз, как сейчас... Никто не заслушал, почему она не попала, то есть, как и в других клубах, есть наблюдательные советы, которые, перед которыми отчитываются тренеры или руководители, я имею в виду клубные. Нет, знаете, просто вот было принято такое решение, и оно озвучено, оспаривать его. Ну, обидно же. Вот я и как раз... Есть какое-то некое чувство, может быть, недосказанности, да, я вот не успел вот это сделать. Даже перед казнью дают слово выговорить. Последнее слово, последнее желание. Да, политику свою предоставить. А нужно ли это высказаться? Нет. Ну, это неправильно. Ну, может быть и не нужно, но с другой стороны... Вы знаете, время только, наверное, может рассудить, правильно это было или неправильно. Тем не менее, ну, могу с гордостью сказать, что вот именно за эти три года мы создали тот клуб, создали ту атмосферу в клубе, ну, сделали, так скажем, задел истории этого клуба. Я просто к чему, почему спросил, вот даже сейчас новая команда, да, появилась в НХЛ, Лас-Вегас, и там генеральный менеджер сказал, слушайте, ребята, первые три года там ничего от нас не ждите, да, мы вот будем выстраивать команду. Наша задача где-то там через три-четыре года выйти там на новый уровень, да, играть в плей-офф. Сейчас наша задача выстроить все, выстроить команду. И ведь, вы же говорят, там, да, команда там строится три года. Но вы сейчас вот как раз сами же сказали, что у вас менялось достаточно большое количество хоккеистов каждый сезон, и это же тоже проблема. То есть, ну, по сути, получается, вам не дали время? Я думаю, что участь хоккейного клуба Сочи, наверное, не только хоккейного клуба Сочи в нашей лиге, она, ну, будет еще очень долгое время именно строиться вот на такой специфике работы. Почему? Потому что, зная, как работают клубы НХЛ, и зная, как работают наши клубы, нам три года, но это не что, это просто время для существования команды, и время. Вот чем могут довольствоваться такие клубы? Это только игроками, которые выходят на рынок свободных агентов. Все. В плане того, что, ну, в хоккейном клубе Сочи с прошлого сезона появилась своя хоккейная школа, опять же, заключили договор с московским клубом, который ходит в Москомспорт Москвы, это Русь. Сейчас делали молодежную хоккейную лигу. Ну, высшая хоккейная лига также, как и три года, были взаимодействия с одним из клубов высшей лиги. Я, наверное, просто здесь хотел бы в первую очередь поблагодарить тех людей, которые мне доверили, нам доверили, стоять у истоков этого клуба. Ну, это прежде всего Павел Буре, который на тот момент был в ранге руководителя хоккей Краснодарского края. Это бывший губернатор ныне руссельского хозяйства Ткачев Александр Николаевич и вице-губернатор Лукаянов. И, конечно же, поменялось руководство после первого сезона края. И были у нас сомнения в том, что будет ли клуб жить или не будет. И, конечно же, огромная, наверное, благодарность за ту поддержку, вот именно поддержку, поиск финансирования. Я бы сказал трем людям. Это, прежде всего, Геннадий Николаевич Тимченко, Игорь Евгеньевич Левитин и Дмитрий Николаевич Тимченко. Ну, опять же, тут такой проект в Сочи. И еще особая благодарность нашим ветеранам, нашим легендарным хоккеистам, которые тоже сыграли немалую роль, вот именно в том, чтобы клуб Сочи мог существовать. А тяжело вот так приходить, практически же это все с нуля. То есть, вот, одно дело, там, да, работаешь в ЦСКА, там, ну, вот, в клубах, в которых все уже, как бы, есть. А тут приходишь, и все, как бы, все новое. Да, то есть, ничего нет. Болельщиков, по сути же, тоже нет. Они, ну, где-то что-то видели там, да, по сути, ну, у них никогда не было хоккея. Они вот сейчас, о, здорово, у нас хоккей. Или наоборот. Вот в этой ситуации как? Ну, а в Сочи все-таки хоккей был, он не появился с созданием клуба Сочи, он появился довольно раньше, тогда, когда были тестовые соревнования перед Олимпиадой, Олимпийский турнир. Поймите, что у нас Сочи, это такой специфический город, специфический регион, потому что... Ну, как Флорида. Ну, мы не говорим по климату, мы говорим по... Нет, не климату, а именно то, что у людей, ну, у них другие интересы. Нет, Аннахайм, Лос-Анджелес, Тампа. Тампа, да. Нет, там очень много людей, которые переехали жить из хоккейных регионов, это Челябинск, Омск. Греции приехали, Хабаровск, я знаю. Нет, работать, работать, да, также Хабаровск. А по поводу тяжело это или не тяжело, нет, вы знаете, мы очень скрупулезно, я в том числе работал над подбором персонала, потому что это очень важно, и мелочей в этом нету. И еще раз могу только сказать самые теплые слова с теми людьми, с которыми я работал на протяжении этих трех сезонов. Вот Спортштадт, те люди, которые были всегда рядом, игроки, ну, наверное, не только Спортштадт, а вот все те люди, которые были в клубе. Ну, и о поддержке прилетает сообщение. Спасибо, Вячеслав Геннадьевич. За игры в Локомотиве. Что? За игры в Локомотиве вас благодарят, да? И какие дальнейшие планы, спрашивают? Ну... Ваш болельщик. Планов, наверное, не так много. Это продолжать анализировать хоккей, смотреть хоккей, набираться опыта, нового опыта, смотреть, что нового. А как вы его набираетесь? Ну, поверьте, что когда специалист занимается этим очень-очень долгое время, ты все равно просматриваешь матчи, ты видишь и детали, и те мелочи, которые, ну... Ну, я имею в виду какие-то мастер-классы, может быть, я не знаю, в школу. Нет, мастер-классом это совсем другое, нежели набираться вот тех новинок в хоккее, да, потому что у нас помимо нашей лиги, помимо сборной, есть еще североамериканская лига, европейские лиги, где есть что подсмотреть. Как раз Герман Титов после увольнения Спартака поехал в Калгари практически сразу, там набирался он опыта, он приехал и рассказывал нам, что он там делал, то есть ходил, семинары тренерские посещал, матчи смотрел, общался с тренерами. То есть вот, у вас нет такого сейчас в Северную Америку поехать, смотреть, что там? Нет вообще желания ехать в Европу, работать в Северную Америку, ну, что смешно? Открыть для любых приглашений. О, вот, нам нужно просто перевести резюме на английский. Снова пишут болельщики из Ярославля, вот вас там очень сильно любят, помню. Ну, да, я тоже всегда с теплотой приезжаю в этот город, вспоминаю те дни, когда выступал за клуб Локомотив, поэтому здесь, наверное, самые теплые и добрые воспоминания о том. Ну, просто интересно, видите, болельщики один за другим пишут именно про Локомотив. Мы сейчас делаем небольшую паузу, я еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня тренер, олимпийский чемпион и чемпион мира Вячеслав Геннадьевич Буцаев, а также заслуженный мастер спорта СССР. Делаем небольшую паузу, возвращаемся и продолжаем наш разговор, так что никуда не уходите, оставайтесь на волнах Спорт-ФМ. Реклама Сколько же товаров нужно для ремонта? Денег на все не хватит. А в Караута можно купить необходимое для ремонта с беспроцентной рассрочкой. Кредит предоставляет Кабринисанс Кредит ООО. Лицензия ЦБРФ 3354. Подробности на сайте кодифисраута.ру. ООО Караут Рус. ОГАРАТ 113-78-47-38-18-14. Санкт-Петербург. Уральская 20А. Мы приветствуем вас на чемпионате мира по скороселью. В красном углу. Жилой микрорайон. Изумрудные холмы. В синем углу. Никого. Ну нет соперников. Изумрудным холмам по скороселью. Скороселье в изумрудных холмах. Выдаем ключи сразу после покупки. Квартиры от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Рассрочка на 7 лет. Звоните. 37 и 5 восьмерок. Код Москвы 495. Проектная декларация на сайте изумрудные дефис холмы.ру. Застройщик ЗАО Затонска. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рособорнадзор не зафиксировал нарушение. Основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 29 мая. Футбольные клубы Ювентус и Реал Мадрид сыграют завтра в финале Лиги Чемпионов. Матч пройдет в Уильсе. Встреча начнется в 21.40 по Москве. Реал действующий победитель Лиги Чемпионов. Выигравшая турнир команда поборется за Суперкубок УФА с чемпионом Лиги Европы этого сезона Манчестер Юнайтед. Далее курсы валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара на предстоящий выходной и понедельник повышен. 56 рублей 69 копеек. Курс евро также растет. 63 рубля и 61 копейка. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о трафике в Москве. Пробки серьезные. 7 баллов сообщает сервис Яндекс.Пробки. Ситуация на кольцах МКАД. В обе стороны 6 баллов. Трешка внутренняя 8, внешние 9. Садовая обе уже 10 баллов. И бульварная внутренняя 8, внешние 9 баллов. Крупнейшие пробки на Савихинское шоссе от Южной улицы до реки Чечора. 1.15. Дмитровка от 8 северной линии до надземного пешеходного перехода. 1.10. Дмитровка от Садового кольца от Курского вокзала до Красно-Пролетарский час. Внутренняя сторона Садового кольца от Никола-Юмской до Зубовской около часа. На выходных вместо грибов они собирают сумки, берут с собой вместо удочек микрофоны и отправляются не на дачу, а в гущу спортивных событий. Ведущие, корреспонденты и гости «Спорт.ФМ» в субботу и воскресенье ведут «Спорт.Лайф». Спортивный образ жизни. Все самое интересное из мира спорта в прямом эфире. Добавь спорта в свой отдых. «Спорт.Лайф» на «Спорт.ФМ». По выходным с часу дня. «Сто процентов хоккея» с Владимиром Дегтяревым и Дарьей Мироновой. Программа «Сто процентов хоккея» на волнах «Спорт.ФМ» продолжается. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. А в гостях у нас сегодня олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, тренер Вячеслав Буцаев. И мы продолжаем. Вот, Вячеслав Геннадьевич, будете ли следить за играми хоккейного клуба «Сочи»? И спасибо вам за все. Будем вас ждать в «Сочи». Ну, конечно же. Конечно. Вы знаете, наверное, это как ребенок, да, которого, можно сказать, родил, выпистывал и передал другому. «5.5.3.3», начиная со слова «спорт». СМС от Сергея из Тольятти. Здравствуйте, Вячеслав. Расскажите, как дела у брата Юрия? У него все хорошо. Он не работает в хоккее, то есть не стал продолжать связывать свою дальнейшую судьбу с хоккеем. Пока, может быть, на сегодняшний день, нет, он захотел выбрать другой путь. Пока все хорошо складывается. Больше добавить нечего. Это правильно. Вопрос такой. У нас сейчас много об этом говорят, и мы его сейчас тренерам так периодически задаем, потому что, ну, вот, очень интересно послушать разное мнение по поводу площадок. Североамериканский вариант, канадский вариант. Просто сейчас руководство континентальной хоккейной лиги, они же как говорят? Вот если у кого есть возможность, да, там, может быть, мы сейчас очень сильно думаем об этом, что нам тоже пора перейти на площадки, там, я не знаю, финского варианта, североамериканского варианта. Вам как? Вот как тренеру, вам какие площадки больше, там, я не знаю, концепции игры, там, большие, европейские, или маленькие, может быть? Знаете, тренер должен быть готов к любым... К любым условиям, поэтому здесь тренерская работа, наверное, она не столь имеет такую большую разницу, а в плане игрока, то, конечно же, на маленьких площадках интереснее, динамичнее, и игра становится намного живее. Ну, вам в Сочи, может быть, в чем-то повезло было тогда, но, наверное, замечали, в Москве есть такие отдельные типы людей, я, как обычно, свожу на журналистику, которые на пресс-конференциях любят, ну, откровенно говоря, издеваться над тренерами. Как сейчас говорят, потроллить. Да, как вы вообще относитесь к новым веням в журналистике, когда люди с камерами везде лезут, сплетни, слухи разводят? Ну, это называется непрофессиональная журналистика, да, это называется у нас как желтая пресса, или... поэтому, прежде всего, если ты пишешь о чем-то, или, да, ты считаешься журналистом именно в той области, в которой ты работаешь, хоккей, футбол или другие виды спорта, ты должен понимать это не только поверхностно, да, слушать слухи, а ты должен понимать это изнутри. Смотрите, у нас хороший пример, да, все мы забываем, что было плохо в Советском Союзе, но посмотрите, как профессионально показалось или говорилось, да, на телевидении, вот именно в Советском Союзе, какие были комментаторы, какой был отбор на эти места. Был все-таки конкурс, да, на телевидении был жесткий отбор. Здесь, ну, очень многие люди приходят, я журналист, да, я помню, что один из тренеров, даже на хоккейном чему, он не общался с журналистами журналистами женского пола. Почему? Потому что он, ну, говорит, что вы знаете про хоккей, да, ну, я его, может быть, сначала осуждал, но теперь я понимаю, что вы знаете про хоккей, что вы мне можете сказать. То есть человек должен профессионально разбираться вот именно в том, о чем он пишет. Так, теперь уже интереснее задать вопрос о женщинах в хоккее. Я, с одной стороны, ведь здесь тема не в том, что вот вы разбираетесь, что вы можете сказать. Многие хоккеисты против женщин, в хоккее именно хоккеисток. Но наша ведь задача вас вывести на какой-то ответ, раскрыть тему, то, что, может быть, мужчина сделать не может. Вы знаете, это совсем разные, так скажем, разные дороги, разные пути, да. Что вы хотите? Вы хотите на пресс-конференции поговорить о матче, да, или вы хотите вывести на какую-то другую тропу, как вы сейчас сказали. Это абсолютно разные темы. Вот видите, вы во всем разбираетесь. Поэтому, еще раз повторяю, когда присутствуют на матчах люди, которым интересно не то, как прошел матч, да, почему он так прошел, там, оценка игроков, о которой, может быть, его даже и не успел посмотреть, а читал комментарии в интернете, да, там онлайн, и пришел, успел только приехать на пресс-конференцию, и какой-то свой личный вопрос, личный интерес, скажем, вынести на общественность. Здесь я вот недавно поднимала тему, здесь даже, да, вопрос, там сейчас люди, понятное дело, перевернут по-своему, не в плане мужчина или женщина, потому что я вот категорически вообще в шоке, когда человек может себе позволить заслуженному тренеру рассказывать, какие он ошибки сделал, или что у него состав неправильный, и так далее. Ну, это, я считаю, это чисто не профессионализм. Тогда нужно поменяться ролями, наверное. Он и сказал Беллидинов. Ну да, Зимитул Хайдарович может иногда сказать что-нибудь такое. Не мне. Я понял. Вячеслав Геннадьевич, вот такой вопрос по поводу сокращения лиги, или, ну, не сокращение вообще, вот количество команд, на ваш взгляд, оптимальное количество должно быть, сколько команд в лиге? Это очень тяжелый и трудный вопрос. Просто я сейчас подведу к тому, что у нас говорят, что вот, у нас там не хватает квалифицированных хоккеистов на все клубы. А почему их не хватает? Значит, надо сократить. Почему их не хватает? А говорят, что у нас есть сейчас пробел в детско-юношеском хоккее. У нас нет столько хоккеистов, которых, ну, не выпускают столько хоккеистов, готовых к игре в КХЛ. Их, собственно, и нет столько, да? Ну, вы знаете, это очень глубокая проблема, на самом деле, что, ну, прежде всего, нужно, наверное, искать, нужно начинать с корней, с истоков. Правильно вы говорите, что помимо детского и юношеского хоккея есть еще переходный период хоккейной, молодежной хоккейной лиги. Более мы уже, у нас в лиге 28 команд, и каждый ставит задачу, ну, не каждый, может быть, 15 ставит задачу выгодить клубу Гагарина, а 28 задачу попасть в плей-офф. Но никто не говорит о развитии, да, хоккей, или развитии клуба как такового. Никто не хочет работать именно на перспективу, как, опять же, если мы сравниваем с той же НХЛ, да, как вы говорите, там, 3-5 лет. Хотя система сама НХЛ-овская, она в корне отличается от нашей системы. Система драфта, которую мы хотели видеть, там, 7 лет назад, что мы говорили, вот, через драфт молодым ребятам будет дать шанс запроявить себя не в том клубе, не в этом клубе. И действительно, она, наверное, имела место на жизнь. Мы ее даже не попробовали. Мы чуть-чуть попробовали, мы просто начали, там, драфтовать. Например, Конор Макдэвид и некоторые клубы у нас драфтовали. Зачем они это делали? Честно говоря, для меня это было вообще непонятно. У нас Витязь, по-моему, Конор Макдэвид задрафтовал. Или Амур там, Хабаров. Поэтому это уже выбор каждого. У каждого был выбор на драфте. Здесь я о чем говорю? Здесь я говорю о том, что вот такие клубы с такими структурами, как Сочи, еще ряд клубов, понимаете, они будут зависеть от игроков, которым 28 и выше. Опытных, назовем это. Ну, да, которые уже поиграли, прошли, ну, не один клуб КХЛовский. Только потому, что они от своей где-то были. А вот в этой связи, да, тему мы затронули. А тогда, ну, сейчас он не драфт, он как-то ярмарка талантов, она у нас, по-моему, сейчас стала. И отменили. Ее вообще же так. Ну, да, ее же сейчас... А вот и смысл тогда ее был в чем? То есть клубы у нас раньше, они же как, защищали своих игроков, да? Старались на драфте выбрать из своей школы. Поймите, поймите, что даже не в каждом КХЛовском клубе есть своя школа, да? Ну, допустим, есть у нас в Москве школа «Спартак», «Динамо», «ЦСК», «Крылья Советов», «Московские школы». Вот каждый год выпускается там, я не могу сказать цифру, но достаточное количество хоккеистов, да? Ну, «ЦСК» не может всех 30 хоккеистов взять к себе в команду, правильно? Они будут отбирать только лучших ребят, которые они считают нужны для клуба. Где остальным играть? То есть им практически не дается шанса выступить. Это не только в «ЦСК», это в любом другом клубе. Да, они сейчас могут оставить всех там, подписать на какие-то, ну, профессиональные контракты на первые. Все, они уже принадлежат этому клубу. И они требуют денег за этих ребят, чтобы получить этих ребят, они требуют денег там, другие. Если другие клубы заинтересованы в ком-то из них, они требуют денег. Ну, когда у нас была система драфта, да, там было конкретно ясно, сколько там должен клуб заплатить за того или иного выпускника этой школы. И ты мог это спокойно решать. Сейчас я не знаю, как будет развиваться дальше наше хоккейное хозяйство в этом плане. Но вот, наверное, одна из немногих причин, почему у нас нет развития после детской спортивной школы, нет развития молодым ребятам, нет. Мы сейчас сделаем небольшую прям паузу и далее продолжим. До начала программы «Сто процентов футбола» осталось 15 минут. А сейчас «Сто процентов хоккея». И мы продолжаем «Сто процентов хоккей». Дарья Миронова, Владимир Дегтярева. В гостях у нас сегодня тренер, олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Буцаев. А тогда что в этой связи делать нам вообще с нашим хоккеем? Может, какие-то реформы в этом отношении? Я просто быстренько перебью или как-то добавлю. Как раз ко мне в детскую программу приходят из детской школы, говорят. Ну, понятное дело, есть свои проблемы. У нас много воспитанников, но да, из них большая часть не доходит до верхов. Они вообще просто, они вообще, они заканчивают вообще с хоккеем. Ну, вы знаете, не каждый, не каждый, кто занимался в детской спортивной школе, добьется высоких результатов и будет профессиональным хоккеистом. Это должны понять родители. То есть они, это не школа, да, куда ты идешь, после школы ты идешь в вуз, тот или иной, и ты уже продолжаешь, ну, выбираешь себе путь в жизни. Хоккей – это конкуренция прежде всего. Но есть, опять же, я вернусь к той теме, которую мы обсуждали до рекламы, есть те игроки, которые, может быть, они не подходят тому клубу, который их воспитал, да, или детской спортивной, к которому они принадлежат. А другой клуб нуждается вот именно в таких, да, с перспективой он будет расти. Посмотрите, пример Никиты Гусева, который играл у меня в молодежной команде. Да. Ну, помотала его судьба, хотя я, я был категорически против, чтобы он уходил куда-то в другой клуб. Но, тем не менее, может быть, на тот момент, с пользой для клуба, с пользой для него, получилось так, что он сменил клуб. Сейчас он является игроком сборной команды, национальной сборной команды, ярко и успешно выступает за клуб из Санкт-Петербурга. И не только он, еще многие ребята. А здесь нужно понимать, мы хотим сразу и сейчас, или мы хотим постепенно... А у нас как-то... У нас всегда прямо сейчас хотят. Как-то да, у нас вот этой середины нет. У нас или вот сейчас, или все, ничего не получается. Но такое тоже у нас бывает. Ну, наверное, это наша, так скажем, ну, если не проблема, то наша безграмотность. То, что мы создаем. Вот, исключили клуб «Металлок Новокузнец». Представьте, если бы тех игроков, которых они распродали за последние, там, ну, пять лет, да, если бы они остались в клубе, такую угрозу мог на сегодняшний день представлять из себя Новокузнецкий клуб. Их бы опять всех раскупили, игроков этих. Ну, это уже какие правила. Кто-то такие правила установил. Тогда еще один вопрос. Вот вам, как тренеру, лимит на легионеров. Россияне говорят, работы не хватает, а тут еще легионеры еды. Да, да. И тут же мы вот просто, ну, вот как пример, да, вот сейчас играют в финале, там, Питтсбург и Нэшвелл, да, смотришь на Нэшвелл, там, 12 канадцев, и еще при этом, там, ну, несколько американцев, и 8 человек, которые из Европы, да, там, шведы, швейцарцы, там, финны есть. Ну, вот, то есть, как бы им-то это не мешает. А, Митя, НХЛ не берет кого по поводу. Да, согласен, нет, я здесь согласен. Кто свободен, тех вы подобрали. НХЛ берет лучших. А может, нам тоже лучших стараться брать? Поэтому она считается сильнейшей лигой в мире, и каждый мальчишка стремится туда попасть, да, но не каждый может. Здесь мы говорим, что мы должны действовать, ну, примерно, наверное, в том же ключе, как НХЛ, но понятно, что мы не можем конкурировать с этой лигой, ну, это бессмысленно. У нас есть пару клубов. Пару клубов есть. Только если, помните, что здесь не все в деньгах выражается. Это, прежде всего, условия, сервис, быт и все остальное. Поэтому я считаю, что говорить о легионерах, ну, наверное, 5 легионеров на сегодняшний момент оптимально. Хотя для нас, я говорю, опять же, как тренер клуба Сочи в первом сезоне, для нас очень было хорошо то, что нам лига разрешила в первый сезон иметь 7 легионеров. Почему? Потому что, ну, мы бы столкнулись... Ну, не нормально, мы бы просто российских хоккеистов, правильно? С дефицитом, да, с дефицитом игроков. Ну, вот смотрите, вы сказали, что в НХЛ-то отбираются лучшие. Я понимаю, что легионер легионеру рознь. Но все равно вопрос-то, что сюда, в КХЛ, не самые лучшие легионеры едут. Ну, не всегда. Знаете, у нас, ну, по большому счету, по большому счету, по большому счету, я думаю, что все-таки, если в процентном соотношении мы будем это исчислять, то у нас процентов 80 приезжают качественные игроки, зарубежные игроки, которые, опять же, имеют опыт игр за национальные команды, опыт выступления в клубах НХЛ. Это, поверьте, это очень большое подспорье и очень хорошо для развития наших игроков. Ну, опыт – это важно, да. Но вот, например, Скривенс, да, у него разный опыт был, приехал. Но ведь не от хорошей жизни он приехал в Динамо-Минск, потому что у него начались проблемы в НХЛ, ему нужно было больше игрового времени, статистику подправить. Он приехал. Они также свободны в выборе. Но Пик Ирина, вот у него сейчас проблемы, он скажет, я на следующий сезон еду в КХЛ, ведь этого не случится. Это его выбор, это его выбор. Поймите, что здесь праве, каждый вправе выбирать. Я знаю, что в истории хоккея было такое, что один из шведских игроков после НХЛ уехал к себе на родину играть за клуб первого дивизиона. Ну, Саплодко может только таким похвастаться. Нет, я имею в виду не высшего, а первого дивизиона. А, понятно, ну, расслабиться решил. Нет, и он играл очень здорово, играл, и также привлекался, играл за сборную команды. Вот у них совсем другое понятие. Менталитет другое. Он поехал домой. Следите за НХЛ сейчас. Конечно. Не спите по ночам. У нас впереди третий матч. Как думаете, Нэшвилл дома-то отыграть? Можно ночью поспать и посмотреть. Ага, в повторе. Мы с Владимиром смотрим все в прямом эфире. Но не вместе. А зачем ты там? Есть ли у Нэшвилла возможность отыграться? Ну, хоть один матч-то дома взять. Я думаю, что следующий матч будет все-таки за Нэшвиллом, потому что команда не просто так она попала в финал. Команда играет интересно. Очень интересная у них команда. Хорошие нападающие, молодые нападающие. Да, у Питтсбурга более опытный состав в плане того, что имеет опыт игры в таких кубковых финальных матчах. Бойцы, которые уже прошли все. Но, тем не менее, Нэшвилл, думаю, что это команда с характером, и она еще даст бой. А у вас нет желания поработать аналитиком на телевидении? Пока ждете идеальную работу. Но все же модно. Хороший вопрос. Вопрос хороший, да. Хороший вопрос. Как говорится, не зарекайся. И опыт есть. Можно. Опыт чего? Ну, работа тренера как раз. Аналитики, бедеты. Да, а почему нет? Это же будет как раз очень интересно. Всегда интересно послушать человека, который был там внутри, изнутри знает всю эту кухню и готов. И не воды нальет, а не расскажет как надо. Можно вот рассказать, как все происходит. А чем вы объясните, вот опять-таки, у вас есть опыт и в Северной Америке, здесь вы отличный спикер. Но ведь далеко не все тренеры и ребята в России умеют, могут разговаривать, любят. Почему? Вы учились или вот вы всегда таким были открытым? Пожалуйста, надо, расскажу, разложу по полочкам, спокойно. Знаете, когда ты отдаешься профессии, отдаешь любимую работу, ты не можешь быть закрытым. Потому что, ну, нельзя обмануть человека, нельзя обмануть людей. Да, на каком-то моменте ты можешь это сделать. То есть, ну, опять же, ложь во имя правды или ложь во имя лжи, вот в чем вопрос. Владимир, что ты можешь ответить? А я, нет, я могу сказать, там же придется все равно, ну, вот как-то какую-то команду критиковать, которая плохо сыграет, например. Как с этим быть? То есть придется своих коллег, можно сказать, по цеху. Свою команду? Нет, ну, я имею в виду, вот, матч, там, условный СКА, ЦСКА, да, и вот, будете рассказывать, одна же команда проиграет, скажет, вот тот тренер неправильно, может быть, там, какой-то выбор сделал. Даже его надо покритиковать. Ну, поймите, это будет... А он же потом может обидеться. Как ты мог позвонить? Нет, такое же, такое часто же. Бывает, да, экспертам достается. Бывает, звонят прям, да, они звонят и журналистам, всем исправим. Ну, как, вот мы с тобой дружим, а ты взял там про меня, плохо сказал, раскритиковал меня. Знаете, у меня тоже такое было. Почему? Потому что, ну, человек неадекватно оценил ситуацию, или, может быть, захотел это сказать. Может быть. Покрасоваться этим. Да, пришлось позвонить и сказать, что больше так не поступал, потому что человек... Кто это был? Я шучу. Не буду называть фамилии, но, тем не менее, прецедент такой был. Знаете, здесь, когда тебе критика, она действительно, она оправдана, то ты здесь должен прислушиваться к этой критике. А когда она гульная и преследует за собой совсем другие цели, то здесь я со своими коллегами согласен. Ну, это понятно же. Иногда, да, бывает ради пиара вот себя как раз попиарить там на чем-то. Нет, ну не только пиар, вот я, честно, вчера открыла интернет, и я дословно просто объясню, что вот там такой-то человек объясняет, что тренеры КХЛ сделали неправильно, человек в хоккей никогда не играл. Я была вот опять в шоке. Думаю, ну как так? Можно браться, писать и осуждать, критиковать то, в чем ты не понимаешь, по сути? Каждый имеет право на высказывание, на высказывание. Ну что же, вот на этой ноте мы заканчиваем нашу беседу. Вячеславу Геннадьевичу мы говорим огромное спасибо и побыстрее, что называется, трудоустроиться, найти себе место работы. Конечно же, удачи и ждем продолжения вашей тренерской карьеры. Ну а мы с Дарьей Мироновой с вами прощаемся, встретимся уже в понедельник. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok